И в самом лучшем из миров, и в самом худшем во вселенной стоит стакан, всегда таков, что полон пуст одновременно. Стоит стакан, когда и нет, кромешный ад и рай небесный, он север-юг, он мрак и свет. В любое время или место ты попадешь, а там стакан, не выпить, не долить до края, несносный бытия изъян, не устраним, не исправляем. Так и живем, бормочем, сшит, ну диалектика, зараза, стоит стакан, простой на вид, не полон и не пуст ни разу. Стихи 20-го года не могли не впитать специфику времени, тем более, что год выдался таким самобытным во всех отношениях. Пару стихотворений, актуальных в этом плане. 7 марта 2020 года. Тучи запада, ветры с востока, флюгер сердца, равняся, паш вам, злой до барщины и до оброка, накатил коронованный штамм. В синеве не висят самолеты, на границах засовы замки, на лопатке в три слоя намотан, жгут резиновой черной тоски. Выйдешь к речке, похмельный, ненастный, карантинный щетиной не брит. Ангел в белом халате и маске, или чайка, поди, разбери, сбросит перышко весь, мол, все в силе. Заработаю марта-апрель, на синае воскреснета сирис, дудку новую выстругал ель. Но толку, где мы, а где вечность, и всегда безнадежен финал. Но тюльпан в пальцах женщины встречной так бездумно и счастливо пал. Береженого Бог бережет, если сам он где не оплошай, и не лезет бой-бой на рожон, не цепляет чуму и лишай, в меру пьет, контролирует грусть. Не летает развлечься в Ухань, что Ухань, я себя берегусь, крыс не ем, обхожу и тарань. Мою руки, приветствую душ, потребляю большой витамин, непримерный, но все-таки муж, и такой же почти гражданин. Как плюс пять одеваю пальто, и не то, чтоб готовлюсь до ста, просто время потребно на то, чтобы чувством и толком достать все, что спрятал в мешок Дед Мороз, лет, наверное, тому пятьдесят. Но тогда до меня не донес, и полвека подарки висят на березе осенней сосне, под воронежем тверью в лесу. Я туда пробираюсь во сне, а потом понемногу несу, вношу я, но всего не успеть, слишком много подарков припас. Дед Мороз, в лучшем случае треть. Ну, как с этим делом у вас? Стихи у меня зачастую появляются не по одному, а целыми циклами. Этой весной появился цикл «Считалки», посвященный Даниилу Хармсу. На весь цикл времени нет, но вот одно стихотворение из него. Выйдет Пушкин, жахнет водки, ворот на косоворотке, разорвет и крикнет «Люба! Люба, братцы, жить!». А за ним товарищ Сталин гладко выбрит, геноцварен, спросит «Ты троцкист, голуба?» Ладно, не дрожи. И точас бордовый Ельцин гаркнет спьяно танки немцы, то и значит немки танцы, веселись народ. И пойдет плясать деревня под Калугою и Тверью, вытоптав под ноль все шансы выспаться за год. Что ж вы, братья Санкеллоты, мне последним из роты, не даете спать как надо с ночи до утра? Повторю, Захарамсом Данией, нам не нужно быть в стакане, или рая, или ада. Только в дурака стало меньше по округе, в этом суть, друзья подруги. Если мир и безнадежен, помните о том, что в его сплошном тумане есть всегда на персне Гдани маленький форносый ежик, ну и конь в пальто. Эпиграф. Блестело море все в ярком свете, и грозно волны о берег бились. Безумству крабрых, вот мудрость жизни. Максим Горько. Блестело море все в ярком свете, но волны бились совсем не грозно. Был у планеты в походной смете проставлен нолик в графе Морозы. Причем сдвигая лазурь и линзу, мы доплывали до небосклона, а после ели лаваш и брынзу, ладонью смуглой, слегка соленой, касаясь ветра, воды и тверги, и знали точно, что у планеты поставлен нолик в колонке смерти, и будет вечным морское лето, поскольку тот, кто приставлен к миру, терпом снимать бытия излишки, храпит в обнимку с другом сатиром, и, наблюдая за нами с вышки, поклонник храбрых, певец экстрима, наездник девятого вала моря, седой усатый спасатель Максимыч, шептал угрюма, ну-ну, посмотрим. Вжик, и ты уже старик, вжик, и нет на белом цвете, вжик, и снова ты возник, поменяв страну и ник, бесконечные игры эти, бытия с небытием, чтобы не выколосились, заполняя окоем, надо, чтобы каждый в нем был и Феникс, и Осирис. На конце секундной стрелки бесконечность, хватит всем, черно-белым, крупно-мелким, все несутся, словно белки, во вселенском колесе, не пеняй, что снова старый. Выход, неизбежный вход, Ни проклятая сансара, Ни награда и ни кара, Бридцы к жизни, хоровод. Два стиха, посвященных Марии Эс. Жара бывала, вьюга злила, В загулы падали года, От северной двины до Нива Текла советская вода. Почили в бозе пятилетки, Сменился век, устал другой, Но все на той же нижней ветке Чирикаемся мы с тобой. Чем дольше жизнь, тем легче, проще, И не сиянем смешивает быт, Хотя по-прежнему на ощупь На каждом сгибе мир кровит. И второе, эпиграф серебряные свадьбы, Душевный разговор. Вечер, кухня, лампочка в сорок ватт, Чай, остывший, смятый чабрецом. Красота эта женщина в пятьдесят, С бесконечно усталым родным лицом. Память жизни морзянка, сплошной пунктир, Росыпь крошек былого, запавших в мозг. Что им врать? Добротой не спасется мир. Двое, кухня, проблем нерешенных воз, Нарисованная золотым мелком, Как подсолнух луна, за окном растет. Сорок ватт не мигают, молчать легко, На двоих полвека сказали все. Вот и славно, а славно к чему слова? Надо жить, как жили, в один конец, С путеводной надеждою сорок ватт, Что в конце дороги ждет сын, отец. И последнее в этой части. Что не вечер, пел и плакал, Что не утро, пил и ел. Между сорняком и злаком, Жизни вечный беспредел. Каждый вечер ноют кости, Каждый день с небес с вода, Но кукушка на погости, Все щедрее на года. Я передаю слово Владимиру Козлову. Добрый день. Меня зовут Владимир Козлов. Я журналист, Медиаменеджер, Немножко литературовед, Ну и поэт. Сейчас в среднем у нас, Как в России считается, Что поэты перестали быть молодыми. О них узнают только тогда, Когда они достигают Достаточно преклонных годов. Я почитаю сегодня Из разных периодов, И даже из разных книжек, Потому что иногда Для разных книжек Вырабатывается разный язык, Разные какие-то подходы, Иногда даже Разные приемы, Образные системы. Но я бы Начал С книги, Которая, Наверное, Еще только пишется, Пока Отдельные тексты Из нее выходят В литературных журналах. И Я пока Понимаю Про эту книжку Только одно, Что она В отличие, Наверное, От других, Проникнута Таким вот ощущением Долгого дыхания. Оно Не часто Вообще Поэтов посещает, Иногда вообще Не посещает. А у меня Вот последние, Наверное, Три с половиной года Ощущение Как раз, Что вот я Могу Делать вещи Достаточно Длинные, Сложные, В которых Интересен Вот сам тот Путь, Который проходит Поэтическая мысль. Ну, наверное, Вот что я упустил Из того, Что стоило бы Сказать о себе, Я Руковожу Поэтическим Журналом О поэзии Просодия, Который выходит В Ростове-на-Дону Последние Уже почти Пять лет И который, Наверное, Помог Городу Укрепиться На карте Современной Поэзии. Ну, а теперь Стихи. Стихи. Называется Поручение К нему Эпиграф Из Марины Цветаевой В бреду С прерывистым Дыханием Я все Хотел Узнать До дна. Когда рядом Меня не Окажется Что может Быть только Временно Когда рядом Меня не Окажется От того, Что не в силах Стремлению Возвращаться С добычей Противиться Но и в облаке Страха Уныния Оставлять Тебя Не могу Потому Когда рядом Меня не Окажется Ты не Ныть Должна Не на Стены Лезть Ты должна Выполнять Поручение Будь Моими Глазами Там Где Нет Меня Мною Будь Можешь Выглядеть Как И я Можешь Одежду Мою Носить С рубашкой Моей Нестиранной Спать Ложиться Чтоб Получилось Прочувствовать И отречься От своего Недостаточного В пользу Хоть и чужого Однако Настолько Любезного Что Можно Жить Даже Радоваться Хоть Частички Меня Глядя На мир Моим До деталей Охоченным Взором Сились Найти Обнаружить Связь Распавшегося Давно Останавливаясь Поминутно Выуживая Из ссора То Что Как оказалось Сейчас Потеряно Быть Не должно Запоминая Чужие Слова Зашедшие Ненадолго Люди Бегают В ряд И в окно Сентября Созерцают Невинных Прохожих Уподобясь Скоту Мы умеем В поту Но по собственной Воле Оставаться В узде Тренируя Везде Все Что В зеркале Кажется Голом А в окне В окне Пустота В мире Поручение В окне Поручение Об отречении На слух На слух Можно было Услышать Это Наверное Стихотворение В котором Ведущий Прием Был Смена Ритма Мне кажется Что Вообще Смена Ритма По Ходу Стихотворения Такой Русской Поэзии Может быть Недостаточно Оцененный Прием Потому Что Потому Что Каждый Ритм Это Голос И Вот Эта Эволюция Голоса По Мере Произнесения По Мере Лирического Высказывания Мне кажется Это Просто Само По Себе Интересная Штука Для Осмысления Сейчас Прочту По Своему Экспериментальную Вещь Она Была Публикована В журнале Новый Мир Вещь Которая Писалась Или Скажем Так Я бы Даже Сказал Накапливалась Окола Пяти Семи Лет Называется Морская Фигура Замри Эпиграф Из Мандельштама Я Выброшен На берег Твой Гнев Усмири Стихия Иванова Сына Не Истончались Чтоб Стенки Сосудов По Напрасну Его Нагриде Пусть Расслышит Он В шуме Бессонном Пусть Расчувствует В первые Сутки Соль В Дагимбрийской Воде Слышу Тебя Иногда Древний Тетис Океан Отступил В На сферу Окаменевший От сверх От сверх От сверх Нагрузок Члены По Одному Но Держись В слоях Солнцем Прогретых Для Дальнейшего Подходящих Влочения На плаву Своего Я Я Устал От отчаяния Суши От постоянного Напряжения В поисках Нового Смысла Быть Океан Начинается Где-то Под Сочи Вместе С Монтенем Мишелем Чьи глаза Не покидали Орбит Никогда В результате Гребли Тело Может прорваться В устье За которым Уже Предел Черепами Подкрытый Берег Провожается С легким Чувством Слишком Сильное В жизни Хотел Время Подправленные Халцедоны Сердолики Гордный Хрусталь Яшму Монотонно Выбрасывает На погост А на кургане Мокрые Ляжки На картах В труселях Потомок Сохнет На солнце Как держит Пост Я люблю Изучать Прожилки Влажных Почти прозрачных Но умерщвленных Людей Камень Совсем Не растрачен Возможен Итной Итог Жизни За что Зацепиться В ней За купание Между буйками За барахта Негде Помельче За ныряние С чьих-то Плеч Руки Мела Сжимают Крепче Но Расправившись С материками Под парнишку Осталось Лечь Наберу В карман Сердоликов Или чистого Кварца Отогрею Дыханием Их Может Все только Начнется И заживут Еще Братцы В жизнь Развернется Блика Кем-то Подхваченный Миг Бездна Великодушным Дура Залпом Вылетела Как из пушки Не на моря А на волны Тетис Оно Тебя Раскроит Море Гремит Работает Как конвейер Как Невыключаемый Телевизор С вечной Рябью При свете Луны И Историей На весь Вечер Как Порода Стирается Свизгом Выходящая Против Луны Море В подлунном Эфире Покажет Как Непременно Обтачиваются Углы И во что Превращаются Глыбы После Бесчисленных Лет Каботажа Мыльных Опер Ритмичной Хулы Вздохов Мы больше Могли Бы Как При включенном Экране Сон Примерцающий Бездни Волны Гоняют В ночи Каналы Там Взрываются Строятся Храмы Там Пришвые Против Местных Там Губы Дрожащие Аллы Главный Вопрос О романе Или Скорее Попытки Примириться С реальностью И Неизбежном Самообмане И Одиноко Бежит Кибит Как Море И Крану В стихи Там За смертью Финальный Изыск Неизвестный Ранее Невидимка Вдруг Превращается Человек В очень Известное В известь В непробиваемую Крупинку В отныне Облизанный Твердый Брег Свой Покой Превративший В победу Идеальный Прибрежный Галыш Видишь Как В шторм Пятибальный С полотенца Встает Крепыш И В бездну Сигает С разбега И Рабеешь Пред Тайной Второй раздел Стихи о любви Несколько гендерных Историй В рифму О сладкая Бракодабра Смолу Стекающая С губ Когда Случайный Номер Набран И отпечатался В мозгу Высокий Голенастый Голос Что с места С полного Нуля В планиде Образует Полость В которой Будем Ты И я Как В патоке Медовой Пчелы Забытые Календарем И льется В сердце Голос Голый Янтарно Застывая В нем Мне расстояние Не помеха Я вижу Уголок Плеча И горло Длинное От смеха Овал Щеки И Невзначай Растегнутую Блузку Юбку И то Что спрятано Под ней О как же страшно Бросить трубку Но продолжать Еще страшней Из цикла Бабочки Баба-бочка Летает Как бабочка Если есть Мотылек С нею рядом Попадающий В Ивина Яблочко Со второго Ли С первого взгляда Потому-то Большого Богатого Мужа нужного Мужа-мужлана Заслоняет Всегда Тень крылатая Казановы И Дон Жуана Это грешное Небопадение Рая Весточка Ада Отсрочка И хотя бы На час На мгновение Закружить Над землей Баба-бочка Эпиграф На Тихорецкую Состав Отправиться С добром Ли Без добра Какая разница Жить-поживать Здесь или там Когда Вагончик тронется Перон останется Гори-гори Моя Твоя звезда Тондуктор Не спешит Орешки Грецкие Все щелкает Как белка И купе Курящая купе На Тихорецкую А я сегодня Сделай Тет-а-тет Ее меня Опасная Тряси на нас Кондуктор Блин Нажми на тормоза На Тихорецкую Пускай Состав Мы пас Мы нас туда Где эти Те глаза Напротив Супротив Уже без разницы Что паровоз Опять вперед летит Что машинист Маньяк И горький Пьяница В коммуне Остановку Норовит Он знает Крошка Цахис Злая Бестия Что сделай Я сегодня А не он И в самое Гремучее Отверстие Бросает Наш Двенадцатый Вагон Но не Кащею Он будет Междуцарствие У Тихорецкой Вынырнет Состав И тормознет Чтобы остаться Мы На сутки Платонических Забах Два стиха Из цикла Восьмого Марта Эпиграф Пылать мне Вами И дышать В ван Петрарка Голубь Расцветет На миг Лазури Потанцует Сядет На карниз Купишь Веточку Мимозы И лаури Отнесешь На семь Столетий Вниз Авеньон В цвету Под узкой Аркой Двум Не разминуться В самый раз Втретиться Лицом К лицу С Петраркой И не опуская Акарий Глаз К ней Сказать И чувствуя Как жестко Бьется сердце Сделать шаг Вперед Чтобы в тот же миг Мимозной горсткой В клочья Разорвало Небосвод Разорвало Нервы Каждая клетка И пронеслось И вспыхнуло В мозгу Как она Проснется С желтой веткой Там Где я Проснуться Не могу Стало быть Март Хорошо За собой Сам поражаясь Уже друг без друга Им не дышать Стало общей судьбой Шутка над ними Над временем года И в наказаниях Худший искар Кто-то тебя Достает из колоды И осторожно Кладет На бульвар Эпиграф По дону гуляет Казак Молодой Бывает на даче Бывает, что мячик Бывает, что Таня Над быстрой рекой О чем год за годом О чем дева плачет Ведь шарик вернется И он голубой И мячик не тонет Он тоже вернется Все в жизни вернется До после и за По дону гуляет Глядит из колодцев Казак молодой Голубые глаза Что поздно начнется То кончится рано А мука несносна Любовь больно зла Цыганка гадала Бередила рану Пиковая дама За ручку убрала Летит в небе летчик Благим орет кочет Постылые мысли Ползут чередой Строщи пулеметчик За синий платочек Не быть тебе дева Замужней женой Не бритвой по горлу Так мысью по древу Летит в небе шарик Плывет в речке мяч Пускай шепчут губы Не быть тебе дева Ты будешь Ты есть Ты была Плачь не плачь Коммуналка Шумит подвыпивший бочок Цветает небо В заоконе В борьбе с похмельем Изнемог сосед Степан На макароне Вчера слетевший на паркет Закончен праздник тараканов И жизни во вселенной нет И нет вселенной Слишком рано Но в этот час В углу земли Сливаясь На диване узком Они блаженные Смогли подняться Высь Единым руслом Пробив насквозь Панельный дом Цепочку облаков Границы и аносферы Веря в то Что им уже не разлучиться Что в том движении Без руля Залог бессмертия И сила Начать вселенную С нуля Да так оно теперь И было Последний стих раздела Мария Белая от лепестков земля Синяя до горизонта небо Мы с тобой в апреле Ты и я Где бы раньше не были мы Где бы Не были мы после этот сад На скрещении мирового света Свечную цветущую до пят Сохраниться главной приметой Жизненестирающей следов Чтобы в каждом новом поколении Эхом повторялись вновь и вновь Мы с тобой Подвичнее в цветении Я прочитаю одно Но длинное стихотворение Которое называется Любовь из сущности В нем два эпиграфа Один из Владимира Маяковского Может быть Одней этих Жутких как штыков Острия Останемся только Ты и я И второй Из Ауна Гинсбурга Что за сфинкс Из цемента и алюминия Раскрыл их черепа И сожрал Их воображение И мозги Мы теперь все лучше Я чувствую Одетого я, и задыхаешься, силясь понять, Отчего себя за руку не поймать. Где ты, нащупавшая во тьме Прошлого что-то пульсирующее во мне, Разобравшая там, где и сейчас Ни ум мой не видит, ни глаз? А маленький мой демиург не без интереса Слушает хипстеров, аппаратчиков и балбесов, Выпрашивающих себе четыре в сотворяемом ею же мире. Одежда не держит сгустка вибраций, И самое я не рада стараться И между делом расселась по земле, Наливается виноградом и дотлевает в золе. Звери и сущности тянутся к точке любви, Нюхают ноги, возятся в свежей крови, Пробуют и восклицают, как будто о блюде. Это обычные люди. «Я люблю тебя», — произносит одно из тел, И что-то шевелится, тены скользят со стен, Что-то, разбросанное под тумбочком и альбомом, Собирается в области дома. «Я люблю тебя», — из подворотен, отелей, Сознание, ведущее трансляцию безделок, Так, будто не чушь ему мир, Забывает о нем вмиг. «Я люблю тебя, милая, эти болваны, Дерьма сулили полные карманы, И так удивлялись, что я, абсос, Воротил от них нос. А рука у любви тяжела, Так и раскидывает немощные тела, Не любивших бедные никогда. Им и сочувствие стоит труда, А в предплечье вцепиться как раз, Да и в щелочку один раз, Через трубочку нашу кровь, Пить снабжающую любовь. И упыри осуждают нас за румянец, Роботы полагают, что мы сломались, Дерево судит о том, что у нас внутри. Дурики мне говорят, не дури. Твари имеют виды на наше мясо, И поэтому нам подсказывают, Где смеяться. Мы производим тягостное впечатление, Мы вопиющий предмет волнения. Ох, что-то любовничек нетолерантен, Геноцидом грозит, братья, Конституционный немедля суд Санкционирует самосуд. Вся отзывчивость делает из бревна Человека, способного на. Вся отзывчивость, но на том пути в греки Жизнь проходят страшные вехи. Место имеет каннибализм В исполнении возбужденных облиз И благодарного ученика, Эволюции так постигающего века. Это ваш мир, И кажется, лучше бомб, Вместо того, чтобы биться лбом, Нет ничего подходящего, Чтобы защитить Ускользающий шепот. Бледный обрубок шепчет позор. Мне не забыть, что я тоже был ссор. Я распадался на камни и сов, Но ссор возвращался с охоты на зов. Ты собирала меня в подол, Стеклышки разноцветные Выкладывала на стол, И ладошками накрывала и грела, И поднималась уже королевой. Ты как-то жизнь добываешь Из безнадежной руды, И вот я требую Поначалу любви, а потом еды, Осознаю себя в окружении Пост людей И становлюсь лютей. Прочь, кекиморы лишеи, Сгиньте, драные кошаки. Сейчас дядя Вова выйдет любить, И в темноте будет на голову разбито, Сгинет в глотке зеленых глаз, А вы, разобраться кому из вас, Принадлежали они уже, Не успеете, дай Боже. Мы скроемся с глаз, Мы исчезнем с радаров, Ибо ваша минутная радость Требует наших жертв. Получите пустыню, Не знающую рубежей, Будто бы в доисторические века Из неодушевленной грязи Высовывается рука, И в задумчивое лицо Сжимаются потроха, Отвратительные потроха. И оно смотрит в небо, Которое голубо, Словно тихая, Незаслуженная любовь, Что дорогое вино Превращает в кровь, Обратно в горячую кровь. Спасибо. 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 Следующий раздел Стихи о человеке, О судьбе, О мире, О человеке в мире. Дорогу измерит идущий, Пространство покроет летящий, Прошедший сквозь райские кущи, Оселит и адские чаще. Ты мог жить и дважды, и трижды, Однако сумел лишь однажды, Судьбу об одном молил лишь бы, Достало упорство и жажды. Тебе их достало, отныне, Свободно уже на две трети, По ночным на стое полу и волыни, Ты больше не чувствуешь смерти. Она вместе с жизнью на убыль, Идет, если власть исчерпали. Огонь, воды, медные трубы, Закручены против спирали, Ты ведаешь все, что не знаешь, Но знаешь, не надо бояться, Минуты веков не считаешь, Свой труд выдаешь тунеядством, Ты мог жить и дольше, и чаще, Но сделал свой выбор судьбою, Искавший свое, да обрящет, Проститься нашедший чужое. Затерянному среди всех веков Откуда знать мне, кто я и откуда, Звено какой цепочки, чей улов, Кем выдано мне воплощение суда, Что должно делать здесь, Не должно что, Чем началось, чем кончится дыхание, Как единица вырастает в сто, Через нули, так я без понимания Происходящего, грозу бытие, Зубря одну единственную фразу, Спасибо, друг, но это не мое, Которое не подвела ни разу. Эпиграф. Ой, да не вечер, да не вечер. Под музыку Вивальди сорвали черную шапку, Сорвали ветры злые с восточной стороны, Печалиться давайте, хватать себя в охапку, Родные и чужие, со всей большой страны, Пусти и Саул догадлив, и разгадать сумеет, Пускай, ой, да не вечер, спалось малы-мало, Спасется кто-навряд ли, но небо залеет, Когда сойдется вечер за праздничным столом, И станет вдруг так ясно, Что каждый не напрасно, Пусть не сносить нам буйных Своих голов никак, Но жизнь всегда опасна, Ужасна, прекрасна, И каждый был патрульным, Любив печальный в такт. И потому давайте споем, Ой, да не вечер, Как в рось и адски мало Осталось в жизни нас, Пусти и Саул Вивальди, Догадлив, будет вечно, Мы все начнем сначала, И так за разом. Раз. Всегда течет у Гераклита, Таится в хране Ниагара, Скажи-ка, дядя, Ведь не даром быть некрасивым Знаменито, Но круче быть живым И баста, Чтоб под Полтавой гнулись шведы, И поражение от победы, Сократа от Экклезиаста, Не отличать от грека Перса, Адон-Жуана Квазимода, Быть обреченным на свободу, На силу тяжести и без веса, Запрячь в двуковку колесницу, Коня и лань, Козу и волка, Но быть живым, Живым и только, На вечный бой, Что вечно синиться, Как старший плений, Младший плений, Без суеты, Надрыва, Транса, В сечении времени пространства, Быть и не янем, Яне и нем. Если б, Эпиграф лучше всех обо мне, Написал бы, конечно, ты, Ирина Мудриченко. Лучше всех обо мне написала бы ты, Нацарапала бы карандашом, Молоко на губах, И боязнь высоты, Мелочь дней, И судьбы шепоток, Все, что влезло по горло, И все, что стесал, Мимоходом планиды резак, Что там было со мной, От начала, Начал, Первый шаг, Первый класс, Дембель, ЗАГС, Трудно жизнь перечислить, Пускай, Мне не лень, Каждый миг повторить я бы смог, Если б ты не пошла В абортаре в тот день, А потом родила меня срок. Никогда не поймешь, Чего волну загребаешь веслом, Дон, Дуна, Или какое еще Волга, Нила, Ренока, Лишь бы ветер пошире, И чтобы течение несло, И русалка, соседка по лодке Была валаока, Чтобы мимо, Все мимо, Беспристани, Вена, Париж, Лондон, Вязьма, Рюпинск, Скрипучая пара Уключен, Кто быстрее, Быстрее до Бакина С местной чайкой пари, Кто бесстрастнее и легче, На спор с каждой встречной тучей, Заведенный на время Не знает свой истинный срок, Но живя по предчувствию, Верить догадке на слово, Важно только усилия, Каждый твой новый грибок, Даже если ты спишь в своем доме, И ночь полвторого. Облако плывет, Шагай и ты, Горизонт поодаль, Торопиться, Смысла нет, С орлиной высоты, Голубь воробей, Уже не птица, Но ты подавно, Молот, Стар, Разбери, Поди, Но если свистнет, Рак на горький, Вспомнишь двадцать пар Стоптанных кроссовок Время жизни, А ты, Баты, Двестиверстник и рюк, Двигайся, Служивый, По границе, Между было будет, Север-юг, Лево-право, Журавель-синица, Плоть переживет, И день и век, А душа у всех Бессмертной ковки, Но определяясь на ночлег, Не снимай Двадцатой кроссовки, Когда ты юный коммерсант, Когда с тобой опломб рейд, Фортуна, Бешенство, Таланты, Яхта белая на рейде, Вечно лазурных островов, Десяткам плоских Топ-моделей, Когда твои тринадцать слов Бьют в яблочко Тринадцать целей, Я говорю, Твоя взяла, Но шляпу не приподнимаю, А складываю два крыла, И на столетие засыпаю. Не думаю, Что жизнь дана нам понарошку, Открыть и полистать Туда-сюда, В качели, Но каждый час Ее такая блинокрошка, А каждый день Вообще сибирская метель. Чем слаще проползти Раз и два, И снова, Как диверсант-разведчик В будущее влезть, И лист календаря там Снять как часового, И утащить с собой Сюда, Сейчас, И здесь, И повторять без счета Злые ходки эти, Ломая времена И ходики часов, Прожить сейчас и здесь Два будущих столетия, А повезет все пять, Шепнув, И был таков, В финале дней, Свернув, Цепь позвонков Новые, На триста шестьдесят, Нырнуть вниз головой, Туда, Где не найдут Ни почта, Ни родные, Ни стаи докторов, Ни женщина С косой. И последнее в этом разделе. Божья коровка ползет по ладони вверх, Чувствуй отток восходящий, Понад собой, Следом за выдохом В небо уходит Весь. Я прочитаю несколько стихотворений, Вот мне попался номер Нового мира за 2015 год, Шестой номер, Где была моя подборка, И вот я, наверное, Прочту несколько стихотворений Из этой подборки, И одно из другой подборки, Она вышла чуть позднее. Кровь на снегу. Здесь, наверное, Небольшое предисловие. В средневековых романах Была такая типовая сцена, Когда герой, Герой Парцефаль, Созерцая три капли крови на снегу, Впадал в какое-то странное состояние, В которое никто и ничто Не могло из него вывести. Я подумал, что Сама эта ситуация, Она довольно Такая интересная И, может быть, понята, Как вполне Ситуация на все времена. Так за три дня Отбелена земля Колючим снегом, Так выпрямлена, Смягчена и лишена углов, Что из-за тени человек, Блуждающий за хлебом, По сути принимает свет Везде белым-бело. И видит на снегу герой Три алых капли крови И разноцветное перо, Кипел тут птичий бой. На свете больше ничего О том, что пели брови, О страшных шрамах от врагов, О верности святой. Его страна зовет стрелять, Начальники работать, Любви хлеба просит Мать его родных детей. Но в капле он Вперил свой взор, Он думает до пота, Каким быть должен Их узор, Чтоб не пугать людей. Он всей душою был сейчас, Средь тех, Кто достучаться к нему не мог, Кто стал кричать, Молить, грозить, вязать, Но только наблюдать могли, Как страх сменялся счастьем, И как в беспамятстве текли Улыбка и слеза. У меня тоже есть свой вариант бабочки. Сегодня Сергей прочитал Свой небольшой цикл. А моя бабочка тоже... Бабочка, наверное, Это одна из таких Больших тем для поэтов. Потому что, И, наверное, у каждого крупного поэта Можно найти, Да и не только крупного, Можно найти попытку Поработать с этим образом. Но это, конечно, Совершенно не случайные попытки. Накрыть в открытой середине тело Ладонью бабочку, Чтоб та не улетела. В твоей истоме загустело, В мгновении, как в янтаре. Вот крылышек, Варсистое касание, И жара неземного осязания. Куда ты, пограничное создание, Собою прикрываешь брешь? Она нежно трепещет на подушках, Эх, закопаться бы пастушка В шкатулке, Кактусы, игрушки, Чтоб как один все дни. Не по тебе в ночи скучаю, По пережитому случайно Бестыжими и голыми лучами Во тьме исшедшими людьми. Мечтавшие побыть другими, Но не готовые на гибель, Мы видим бабочку-богиню. Когда она вспорхнет, Меня и весь мой век железный Немедленно проглотит бездна И выпустит, И снова тесным кольцом сожмет. Жизнь и желание вдоль обочин, Но в бабочку стремятся в точку, Чтоб эту прорезь видеть, И от очи запретный вертоград. Мы, мертвые застиранные ткани С нашлепнутыми цветками, Ожили от ее порханий И тяжек виноград. О, бабочка, я чувствую твой лепет, Но кто из дрожи нечто слепит, От нежности на миг ослепнет, Оставшись равномал, Живому трепету под дланию, Что будто искра в темной раме Удержит связь между мирами, Ведя в провал. Лети, лети, я будто ввинчен, Блестящим торсом обезличен, Крылья деревянные до винчи, До седьмых потов верчу. В открытый, не умея космос, Летим над голым, Летим над боссом, И мокрые кивают космы, Я так хочу. Лети, плод спеет от дыхания, Лети, мы отоспимся в камне, Черты проступят под руками, И станем мы с тобой. Красота из серости добыта, Ничего не может быть забыто, Будто выведена на орбиту Самолюбовь. И еще из подборки, Ну, наверное, стихотворение, Может быть, на совершенно другую тему, Называется «Красный директор в саду». Красными директорами Называли в свое время Руководители крупных советских предприятий. Старик согнут, 140 кустов томата, Своими руками сажает на майские. Слышен сдержанный голос, По уровню мата Опознается уровень мастера. Посадки из можжевельника Между грядок, А в центре аллея из роз, Посвященная рассельмашу. Время в частном саду Производит порядок, За пределами сада его разломавши. В шифонере пиджак со звездою героя И в перемешку почетного легиона И красного знамени. Но теперь это все пиктограммы иного строя, Чьи герои в упор незнаемы. Внутри регулярного сада Дом с рукавами, Узкими коридорами, Низкими потолками, Темными кельями, Библиотекой в подвале, Баней с крупными пауками. Через вечер подолгу Он говорит с президентом О том, как наладить Промышленную систему, Что в ней не хватает Центрального элемента, Инженера, Кричит он и лезет на стену. Он отравлен хорошей памятью, Был способен Разворачивать города к лесу задом. Верили не в идею его, А в особый дар Превратить ее в прелесть сада. Он отравлен, Он брал вес творения, Мог сотни тысяч В цепь закавычить, Вчера собиравших в деревне Коренья. Память о том, Как дурная привычка. У времени Логика уничтожения героев. Невыносимое знание, Что кто-то греб славу, Украл ее всю, Схоронил в огороде, И не могут найти, Хоть за ней присылают. Первый год он пытался понять, Почему стал не нужен, Отчего его днем с огнем, Как бывало не ищут, Но перестал. Только знают, Что будет на ужин. Гречка, индейка, томат, Здоровая пища. И в этом, Из этой подборки еще одно прочиту, Называется «Мирный атом». Я сам вырос в городе Волгодонске, И мирный атом был символом этого города. И посреди города стоял большой памятник В виде гигантской модели атома. И, конечно, это стихотворение так или иначе связано Ну, с периодом детства в Волгодонске. Наши ковбои пошли от учительницы проституток. Их наделяла властью сладкая сила. Они наслаждались правом входить без стука И с безоружными вести себя некрасиво. Под покрывалом, скрытое от света не совсем, Продолжает светиться ее лицо, Припухшие приоткрытые губы, И есть его цель. Но это секрет. Жизнь должна быть заподлицом. Ковбои вылезли в раз, Когда люди не вышли в бои, Когда сняли охрану вокруг комбинатов, Из хороших семей, но с аргументами кольев, Мы теряли надежду на мирный атом. Под покрывалом только кожа не дается впасть, Нагота под углом приближает к лицу лицо. Никто никому не признавался, что пас, Но само существование заподлицом. Мы внимательно слушали, если ковбои смеялись. Постепенно они бывали друг другом биты. Кто-то из них без ноги, например, отползал под ясень, Иногда доживал среди нас забытым. Из-под покрывала веселая взъерошенная голова. Взглянуть на часы, но девчонку не выпускать никогда. Атом уже воссоздан, можно уже и вставать, Но полежи еще, не торопись, Адам. Спасибо. Последний раздел выступления Посвящен России, точнее будет России И еще небольшой раздел, посвященный творчеству. Вот стихи России, это великая сложная, Невероятно разные страны, Они получаются столь же разные, Какой разной может быть наша Родина. Все стихи будут эпиграфом, а первые даже с двумя. Не пыли дорога, не дрожать листы, Подожди немного, отдохнешь и ты, Гетер. Ты мне скажешь тихо «Добрый вечер», Я отвечу «Добрый вечер, мисс Сергей Есенин». Молодая, с чувственным оскалом, Много в ней полили сов и рек, Расскажи мне, скольких ты ласкала, Где так вольно дышит человек, От Москвы до самых до окраин, Разве я немного не красив? Человек своей судьбы хозяин, Ест целями, пьет аперитив, Но сурово брови мы насупим, Если враг захочет много раз, За невесту Родину мы вступи, За нее на ягодицу глаз. Ничего, родная, успокойся, С южногор до северных морей, Не такой уж горький я пробоится, И других я Родин не имею. Молодым у нас везде дорога, Стариком всегда у нас сюрприз. Ты прошепчешь, подожди немного, Я отвечу, ну конечно, мисс. Эпиграф. Ну как в нее не верить, братцы? Белеет парус одинокий, Михаил Лермонтов. Белеет парус одинокий, Оберег плещется волна, Исяк ли в организме токен, Имеет непитого вина, И снова трезвый, снова хмурый, Разглядывая горизонт, Ты ждешь, когда две тучи дуры Тебя раскрыть заставят зонт, Начнет накрапывать, стемнеет, Крупнее пойдет волна на брег, А он мятежный, все белеет, Подряд уже который век. Начнется буря, станет легче, Ему, тебе, России всей, И в заходящем с моря смерчи, Под грохот пенных батарей, На миг откроются истоки Клониды русской родовой, Как этот парус одинокий, Взлетать и рушиться с волной, Не веря ни в воде, ни тверди, От бездны воспаряя ввысь, По самой кромке жизни смерти, Одевшийся в белое, нестись. Ну и последний раздел о поэтах, В целом о творчестве, О нас самих любимых, А это значит, что будет смесь Почтительного пафоса и иронии. Вот с последней и начнем. Скажи-ка, дядя, ведь недаром Во глубине сибирских руд Судьба божественным нектаром Поэта пучает за труд, Слуга царю, отец до срока, Умом и статью Демокрит, Заброшен к нам по воле рока, Он не от счастья бежит, Над ним струя светлее лазури, В руки перо и пистолет, А он мятежный, ищет бури, Поскольку в бурях он поэт. Письма в срок, принесенный почтой, Он читает не все и не сразу. Чем наклонен у лирика почерк, Тем строка его ближе к экстазу, К электричеству, голу прибоя, Что тревожит виски и запястья, Слишком много вокруг сухостоя, Чтобы к миру идти на причастие, Направление бесчета дорога Лишь одна, не на юг или север, По пунктиру к истоку итогу, Глубину, где не жнут и не сеют, Время в месяцы, годы, столетия, Где в кольце голубых капилляров То, что тянет магнитную сетью, Ядовитым питает нектаром. И за этой несносной наградой, Беспощадным троянским подарком, Умоляя по-детски, не надо, Погружается он слишком ярко, Слишком тесно, Но в этом движении Настигает догадка зорница. Вот заветное тихотворение, Что однажды со всеми случится. Он взял лист бумаги и написал строку, Потом вторую, Закончив ее двоеточьем. Так двадцать лет назад он сорвал чеку, А теперь прогремело И разнесло на клочья, Квартиру, улицу, город, Потом страну, А может и всю планету он только увидел, Идущую от горизонта в зенит волну, Подобную той, что когда-то пришла к Атлантире. Отныне и пресно, Выходит, все так и есть, Мы можем добиться такого звучания слова, Чтоб через него трепеща проходила весть, Не от человека, А от самого, От другого, Он вести не ждал и теряя остаток сил, Как это случилось, Пытался понять напоследок, Что мир не исправил он словом И не изменил, А просто его уничтожил. И чья здесь победа? Автор точки. Потому что конец романа, А может и нет. Просто на этом месте замер автор, Задав от вопроса, Забыв ответ. Как и должно быть, Ведь если ответить на все и за все, То закончится все. Тебе хочется этого, друг? Вот и я не знаю. Не разгадал до сих пор, До конца не просек. Может быть, лучший круг, Пусть без конца и края, Пусть об одном и том же, Длиннее, короче, Это без разницы, Ведь интересная только за точкой, На которой роман отвертья Оборвется, А дальше слушай, Автора, что внутри. Он молчун, Но он знает лучше, Знает больше пророковый грим, Прожитого совсем не помеха, Тому, кто способен протечь, За любые преграды и вехи, За мысль и земную речь, Туда нигде ни дня, ни ночи, Ни образов, ни вещей. Слушай автора точки, Всего, что в ней и за ней. Далее стих, посвященный Алексею Цветкову, На мой взгляд, Одному из самых лучших Современных поэтов России. Он иногда любит писать О таком глупочно-ерническом алгоритме, И вот именно в таком же ключе Выдержано это посвящение. В нем использовано английское выражение Great Guy, В переводе отличный парень. Вот лиса, медведь и заяц, Только сразу не поймешь, Кто Great Guy, А кто мерзавец, И для дружбы не пригож. То же самое с поэтом, Мостоков не сосчитать, Настрочить про то это, Может и простая бы. Не таков Цветков Алексий, А быть может Алексей, Он знаток, Мархем и лексик, И при этом не еврей, Любит водку и галушки. А потом слегка вздремнуть, Он пока еще не Пушкин, Но осталось ждать чуть-чуть, Только облеченный власть, И оком царственным, Почтит, как Цветков, Почти что классик, Или даже не почти. Всех больших и малых премий, Кто здесь главный номинант? Алексей, Подскажет Кремль, Все подхватятся талант, Спонсор тут же выдаст Вексель и фуршет, Гуляй да пей, До утра цветков Алексий, А по свойски Алексей. Путь его другим наука, Каждый год по сто стихов, У него в кармане штука, Что их пишет, Будь здоров, Мне б не много этой штуки, Я не против, Вот тебе крест, Я купил бы даже брюки, Если в них ее насест, Только как бы ни просил, Я у судьбы не даст она, Эта штука на Россию Полагается одна. Ну и все же о таком Сильном, радостном, Достойном деле, Как поэзия, Надо закончить серьезно. Я иду из поэзии Утром седьмого марта, На прощание губами Коснусь маникюра музой, Посмотрю ей в глаза И уже не скажу До завтра, И она не польстит, Что прочнее нет В мире союза, Отвернусь и пойду, Уменьшаясь в росте По белым, Незамаранным черной пастой Листам бумаги, Так по снежному полю Идет к горизонту тело, А душа отстает от него При каждом шаге, Уменьшаясь в росте Я стану буквой, И если буду дальше идти, Превращусь постепенно в точку, А потом растворюсь без следа, Но на этом месте В тот же миг Кто-то новый начнет Свою первую строчку. Друзья, Не бросайте читать, Слушать стихи, Если пишите их, Пишите дальше. Спасибо. Я хотел бы Завершить Одним стихотворением Пару лет назад Оно у меня написалось В один присест, И я В какой-то такой Шуточной манере Я подумал, Что это Получилось стихотворение Лучше всего Выражающее Какое-то Мое кредо И Оно называется Кофейный бунт Сообщающим Достоверное сведение О наступающей Катастрофе Рекомендую Что-нибудь сообщить О кофе Ожидающим Макрону Эпохе Путина Настоящий кофе О рыдающие Об умершем На Голгофе Можно уже По кофе Всем врагам Моим Отжимающимся В окопе Стоит знать Меня можно Спокойно Убить За кофе Я выдержу Каторжный труд И гнилой Картофель Я не выдержу Растворимого Кофе Я научился Получать Удовольствие От яда Значит Больше мне От вас Ничего Не надо Чудовище Ли одолеют Меня Стофилококки Не одолеть Мой кофе Обо мне Не ломайте Особенно Копий Я любил Кофе Спасибо 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 Спасибо